Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотела бы в своем коротком выступлении говорить больше о том, что мы делаем для того, чтобы обеспечить качественный отбор желающих учиться в Казани. И сказать о том, что в этой работе мы обязательно должны быть на стороне наших абитуриентов, минимизировать их риски, понимать, в какую ситуацию мы ставим этих людей, потому что для многих из них поступление в российский вуз, престижный российский вуз, это социальный лифт лично для них и их семей. И естественно, что в будущем для нас это те люди, которые будут иметь личную лояльность к нашей стране, к нашему городу и к нашему вузу. Поэтому коллега говорил из РУД, насколько это тонкие материи, которыми мы обязательно должны руководствоваться. Когда мы говорим о маларкетинге, мне, например, всего моего возраста это как-то не нравится. О чем бы я хотела сказать, что наш вуз отличается тем, что все специальности, которыми у нас 26 направлений подготовки, давайте я еще поставим, они все технически сложные, и учиться у нас, и поступить сложно, а учиться еще сложнее. И самым большим минусом для нас является отчисление иностранного студента, потому что он не справился. Что мы пытаемся сделать для того, чтобы именно с этой точки зрения студентов защищать, ну и защищать, конечно, престиж своего вуза. Вот здесь у нас есть количество иностранных студентов, оно растет, но я прямо скажу, что до бесконечности оно расти не может. И здесь в аудитории мы понимаем, что студенты Средней Азии должны проходить еще и другой качественный отбор. И никому я не открою секрет, если скажу, что это связано с ИГИЛ и близостью, например, всех республик Средней Азии к этому движению территориально. Поэтому приходится с этим тоже считаться и понимать, что наши квоты и наши возможности здесь не безграничны. Вот на следующем слайде я хотела показать вам то, как мы пытаемся решить проблему качественного отбора. У нас существует международная олимпиада, которая называется «Будущее большой химии». Как она проходит? Предварительно мы, естественно, проводим дистанционный этап. И в этом дистанционном этапе участвует очень много детей, абитуриентов. Цифра колеблется от 7 до 8 тысяч. Ну, это суммарно. Я прямо скажу, что качество знаний по таким базовым для нас предметам, как математика, физика и химия, в этих странах у детей не является лучшим. Это тоже для нас предмет для размышлений. Я в конце хотела бы об этом сказать. Но когда мы видим, что существуют достаточно подготовленные дети, и у них есть шанс у нас учиться, мы проводим второй этап этой международной олимпиады. Она проводится очно. Мы выезжаем в эти страны. Где мы проводим олимпиады? Мы проводим их на территории Россотрудничества. Вот молодой человек тут все спрашивал, закон читал. Так вот, Россотрудничество – это территория России, где мы имеем право пригласить абитуриентов и провести с ними подобную акцию. Это только приветствуется. Они пишут тесты, которые мы потом обрабатываем. И в случае, если тест нормальный, и мы побеседовали с этим человеком, мы направляем ему письмо, в котором мы пишем, что его баллы позволяют ему участвовать в нашем конкурсе. Почему мы это делаем? Ну, хотя бы потому, что вот этот риск приезда в незнакомую страну, совершенно новые условия поступления нужно учитывать. Понимать, что многие семьи просто не в состоянии оплачивать эти дорогостоящие перелеты. Что для человека это может быть, ну, каким-то крахом надежды и так далее. Вот не считайте, что это сантименты. Это на самом деле тоже наш, если хотите, наш ход, наш способ работы со студентами. И вот когда уже человек... Мы знаем этого человека, видим, на что он способен. Мы уверены в том, что он после первого семестра у нас не превратится в заядлого двоечника или человека, который всячески увиливает от занятий. То, конечно, мы уже понимаем, что его можно приглашать на отборочные экзамены, которые у нас проходят в очной форме. Второй конкурс, который мы также проводим, он называется конкурс «Нобелевские надежды к НИТУ». Это тоже очень большой конкурс. Вот видите, тут очень много номинаций. И это попытка... Обратите внимание не только на бакалавров, но и на магистров. В нашем ВУЗе 2000 магистрантов. И, конечно, для нас является очень важным отбор выпускников зарубежных ВУЗов, которые могли бы выбрать нашу магистратуру. Вот, собственно говоря, «Нобелевские надежды к НИТУ» – это конкурс, который мы проводим с ориентиром на выпускников программ бакалавриата. Он тоже очень большой, он тоже очень такой многоаспектный. Говорить не буду, экономия ваше время. Но это тоже способ. В чем разница между Олимпиадой и этим конкурсом? Олимпиада – это, собственно говоря, знание предмета. А «Нобелевские надежды» – это попытка все-таки прощупать какие-то начала проектного мышления. Школьники тоже в этом участвуют. Они тоже пишут какие-то проекты. И мы таким образом, работая в этих конкурсах, решаем еще одну задачу. Задача заключается в том, что... Ну, я могу сказать это по личному опыту. Они очень тяжело представляют себе содержание наших профессий. Тем более наш рынок труда так изменчив. Там идут постоянные изменения и так далее. Поэтому ориентироваться только на заголовок, там, так сказать, или плюс-минус, извините, три трамвая, типа «я там в легкую хочу» или «я там в тяжелую хочу» – это не подходит. Потому что потом эта профессия, конечно, должна работать на личность такого студента. И вот такой конкурс нам, он очень серьезно помогает. На следующем слайде наша работа на обязательных выставках. Мы считаем ее очень важной. Очень много выездов мы совершаем. Ну, традиционно у нас есть партнеры, собственно, те же самые. Это Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Армения, Белоруссия. Это страны СНГ. И, конечно, выставка может позволить любому ВУЗу, собственно говоря, заявить о себе совершенно заголовочно. Но потом, после выставки, как правило, начинается переписка, потому что мы тоже работаем. Ну, собственно, все формы работы – те же самые волонтеры, социальные сети и работа с нашими выпускниками, которые рассказывают о том, как можно поступить в наш ВУЗ. Вот следующая форма – это дистанционные подготовительные курсы. И вот об этом я хотела сказать отдельно. Потому что дистанционные подготовительные курсы важны в силу того, что мы с вами очень тяжело себе представляем, но в частности, какая такая химия, например, в школах Узбекистана. Что там из химии осталось, а что оттуда бесследно исчезло. Когда мы начинаем этот анализ, мы понимаем, что вообще под этим красивым словом каждый имеет в виду свое. И через дистанционные курсы мы пытаемся вот этот разрыв сократить, потому что очень многие разделы химии, ну, у нас такой ВУЗ, что химия там преобладает. Очень многие разделы химии наши коллеги, так сказать, из Узбекистана, например, просто не преподают. И мы через курсы это пытаемся делать. Ну, то же самое я бы могла сказать и о физике, и то же самое могла бы сказать о математике. Мы видим, что тут надо каким-то образом эти разрывы преодолевать. Очень сложно выглядит, конечно, ситуация с русским языком. И проблема в том, что очень мало ресурса. Например, русский, русско-киргизский, русско-таджикский, русско-туркменский, все идет через английский язык. Но я не знаю, может быть, у вас много преподавателей, способных работать на английском языке. У нас далеко не на каждой кафедре они есть, в силу того, что это специальные очень кафедры. И, конечно, нам бы казалось, что надо как-то объединить наши ресурсы, чтобы попытаться создать такие программы обучения русскому языку не через английский, а через родной язык для наших абитуриентов. Мне кажется, что это было бы очень полезным для всех делом. Но я не представляю себе, чтобы какой-то отдельный университет смог такую тяжелую программу вытянуть. Наверное, тут надо объединять усилия. Может быть, какие-то мысли появятся у участников сегодняшнего семинара. Мы об этом подумаем. Ну и хотелось бы мне сказать о том, что у Россотрудничества есть такая интересная очень олимпиада, которая называется «Время учиться в России». Ну да, очень тяжело попасть. Очень. Мы потратили ровно год, чтобы попытаться провести такую олимпиаду во Вьетнаме, где у нас есть наше представительство. Здесь очень много желающих учиться конкретно в нашем ВУЗе. Очень много условностей, очень много формальностей. И, в общем, она является такой малопредметной, не диверсифицированной, эта олимпиада. А мне кажется, что это очень хороший способ был бы, если бы мы ВУЗы, которые пытаются работать с иностранными абитуриентами, могли этим ресурсом воспользоваться. Ну и скажу просто от себя, это не потому, что мы такой технический ВУЗ. Вообще, на самом деле, знание о российской системе образования во многих республиках, даже бывших республиках Советского Союза сегодня, весьма и весьма слабое. И в целом о том, как развивается наше образование, какие инновации в нем появляются, вообще, что такое наши ВУЗы, какие там мы, так сказать, требования ставим, что такое бакалавриат в нашем понимании. Вот информационного поля общего, мне кажется, очень мало. Есть, на самом деле, информационные агентства, которые, в принципе, могли бы этим заниматься, но, наверное, это каждый ВУЗ делает отдельно, то есть заключает эти договоры, пытается попасть в эти справочники и так далее. Может быть, есть смысл, конечно, объединить наши усилия, потому что друг с другом мы не конкурируем. Мы, скорее всего, конкурируем с другими странами, которые тоже очень активно себя позиционируют. И мы видим, что туда приезжает и Украина на эти выставки, и Белоруссия, и все республики Прибалтики, я уже не говорю там о Чехии, Польше и так далее. И, кстати, они, конечно, имеют очень серьезный ресурс, потому что, ну вот я буквально позавчера прилетела из Ташкента, мы там работали с нашими абитуриентами, ну, ЕС их снабжает, они очень богато ездят, там чего только у них нет. Мы-то ездим за свой счет. То есть там существует некая концентрация сил, у нас ее, конечно, нет. И поэтому, может быть, есть смысл нам вообще подумать над тем, как объединить наши усилия, не бояться этого, потому что конкуренция слишком сильная, конечно. Мы не привыкли друг с другом сотрудничать, больше так цапаемся потихонечку. Но мне кажется, что вот надо об этом думать, и прежде всего надо, мне кажется, обращаться в Россотрудничество, которое имеет очень широкую сеть своих представительств. Ну и добавлю еще, чтобы быть справедливой, что в Татарстане есть сеть представительств. Это очень серьезные организации, которые представляют интересы всех организаций Татарстана на, так сказать, зарубежном пространстве. И нам с ними, конечно, очень легко работать. И они во многом продвигают наши интересы, работают с нами. И есть сайты, на которых они размещают нашу информацию. В частности, вот я преисполнила благодарности к нашему представительству в республике Узбекистан, которые помогали нам во многом, в частности, узнать о условиях, изменениях в законодательстве. Вот в Узбекистане очень живое подвижное законодательство, там год на год не приходится. Там все время что-нибудь новенькое. И всегда это новенькое касается запретов. Это нельзя, так нельзя, сюда тоже не ходите, это ничего не говорите. И, конечно, пока ты не получишь такой инструктаж, ты рискуешь вообще получить много-много замечаний. И я знаю, что есть российские вузы, которых больше на территорию, например, Ташкента не пускают. Потому что они там что-то неправильно сделали. Не потому что они такие злостные, но потому что они просто не знали какой-то специфики. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok